Я не думаю, что существует, что существовал некий идеальный мир, в который я бы мог удалиться, особенно в своем сознании, где я бы нашел в себе, как бы сказать, такое замечательное прибежище. Гораздо интереснее мне дело с реальностью как таковой, даже если она тебе путешествует не по вкусу и так далее, но тоски по прошлому как таковой у меня нет. А что тосковать, когда это прошлое никуда не уходит? Оно в тебе, в утратах, в обидах, в шрамах на сердце. А вот будущее? Броски всегда нуждался в одиночестве. Вокруг же, куда не ткнет толпы людей, приятели, шапочные знакомые, подруги. Когда же стал знаменит, совсем одолели. Кружат, клекочут, я с ним пил, он только мне, я с ним спала, он мне отравил жизнь. И как защититься от посмертных воспоминаний? Не опровергнуть, не подтвердить. Такого будущего Броски боялся больше, чем смерти. Из могилы не ответишь. Быть может, потому и завещал скрыть свое тело на далеком острове Венеции, передав право на память о себе только подлинно близким людям. Вот и я в Венецию приехал, а тебя здесь нету. Я зову, и только эхо, эхо, нету, нету. Вообще, говоря о Бросском, можно как бы упомянуть три острова, с ним связанные пожизненно. Это в Петербурге Васильевский остров, это в Нью-Йорке Манхаттен, Это и в Венеции остров Сан-Микель. Вот эти три острова, это, может быть, образ его существования. Он был человеком острова. Судьба по-разному относилась к Бродскому. То возносила, то отворачивалась и делала вид, что незнакома с ним. Когда поэт умер, она сделала все, чтобы исполнилась его мечта провести остаток вечности в Венеции. На этом острове кладбище. Но как исполнила? Подселив на вечное соседство к певцу фашизма, к поэту, которого Бродский ненавидел еще и как антисемита. Когда тело поэта везли из Нью-Йорка, гроб раскрылся. А когда его грузильный катафалк вовсе переломился пополам. Стали копать могилу, наткнулись на чужие кости. Судьба. Ее ирония сопровождала Бродского всю жизнь. Сопроводила до могилы. Сопровождает и по сей день. Вот такое кино. Ну это вообще вот такое, если это кино, то это черно-белое кино. Речка, да. Набережная. Да, да, да. Ну что-то вроде черно-белое кино. В день 24 мая 1940 года, когда поэт родился, Ленинград гулял. Не по поводу его рождения. В Кировском парке праздновали моряки. Может с того дня с любви к море, воде и дальним странствием и зачалась жизнь Иосифа Бродского. Бродячая, непрекаянная, полная событий, встречи, расставания. А мы на берегу судим о нем. То рвем глотки он наш, то не признаем за ним Отечество, то гордимся им, а то недоуменно переспрашиваем. Кто-кто? Бродский? Поэт? Нет, не слышал. Он гений. Он, говорят, Нобелевской премии. Ну и что? Тот еще поэт. Предал родину, бросил родителей, а мы люби его. Ну нет. По сей день спорим, ругаемся и договориться не можем. Знаменательная картинка. В день его принудительного отъезда дом, в котором он вырос, из подъезда которого вышел навсегда, поставили на капитальный ремонт. Крышу чинили уже без него. Теперь, спустя десятилетия, на фасад дома все же прибили доску. Здесь жил поэт. Это был такой огромный доходный дом, который был выстроен в 900... По-моему, в 3-м или в 902-м году. Анна Андреевна Ахматова, значит, она говорит, вот меня в 6-м году в коляске, родители возили смотреть на постройку этого дома, считала, что будет самый красивый дом в Петербурге. Жили Бродские в коммунальной квартире. Когда-то это была роскошная амфилада, в советское время поделенная на небольшие комнаты. И это была средних размеров коммунальная ленинградская квартира. Коммунальная она остается и по сей день. Только хозяева комнаты, в которой жил Бродский, хоть и согласны продать ее под будущий музей поэта, но требуют такие деньги, что выкупить ее у строителей не могут. Торгуются за детство Иосифа, за домовитость поварихи мамы, за рассказы отца морского офицера и фотографа, за непослушание Оси. Он вываливался из стандарта, тем более советского стандарта. Что значит советский стандарт? Ребенок должен закончить школу, после закончивания школы он должен пойти в вуз. С Иосифом все было не так. С одной стороны, он и увлекающийся, и чрезвычайно начитанный человек, он из восьмого класса школы ушел. Если можно так сказать, сбежал. Папа был грубоватым, военным, и ремешком. Но, естественно, когда сын вообще не хочет учиться, когда он остается на второй год по-английскому, из-за двойки по-английскому, когда начинается тригонометрия, он вообще пас. Потому что, естественно, отец снимает свой военный ремень с бляхой, и, несмотря на протесты матери, начинает с ним расправляться. Он же школу-то не кончил, и работал где попало, чтобы как-то на хлеб заработать. Он был фрезеровщиком на заводе, работал в морге, как каким-то обмывщиком трупов. Замечательное место, правда, да? Значит, это самое, сторожем на маяке, где-то еще, я уже не помню, там, многие. Самая характерная черта Иосифа, как мне кажется, это была страсть и стремление к полной независимости. Свобода – это когда забываешь отчество тирана, А слюна во рту слаще, халвыше раза. И хотя твой мозг перекручен, как рок-барана, Ничего не каплет из грубого глаза. Он все время искал и находил в себе соперников. И без этих соперников он не существовал. Мона, мэн. Баб у него был. Какой-то парень, не зная, что Марина Басманова, девушка Бродска, он ее так приударил за нее и положил ее так руку на плечо. Бродска, недолго думая, взял вилку и всадил ему в руку. Он всегда устанавливал свое мужеское превосходство. Иерархию мужскую, самцовую. Он был довольно влюбчив. И романы у него были. Но вот это грубое слово «бабник» – нет. Нет. Он был разборчив. Конечно, им владели страсти. Вся поэзия об этом говорит его. Если учесть количество греха на душу принятого и количество стихотворений в связи с этим написанным, я думаю, в общем, последних меньше, чем первого. Я взбиваю подушку, мычащим ты за морями, которым конца и края в темноте. Всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. Его стихи очень широко, ну, среди молодежи в первую очередь, были распространены к самиздатам. Дело в том, что он прекрасно это осознавал, ощущал и в еще большей степени то, что он вываливается, не вписывается и не хочет, что очень важно, вписываться в эту обычную... Нам мешают жить хулиганы, пьяницы, туниякцы. Они стараются скрыться от справедливого гнева народа, но скрыться им не удастся. С конца 1961 года Иосиф многое охотно читал в разных ленинградских аудиториях, в клубах, общежитиях, среди друзей на квартирах. У него выработалась острая потребность произносить свои стихи в слух. Он стал даже знаменит. Но его популярность стала привлекать внимание не только почитателей. В те годы, среди всех прочих систем преследования и устервления системы, была еще такая система Дружинников. Они ходили по улице, за тобой следили. Я уже не знаю, что. И вот руководил ими в Дзержинском районе Лернер. Мне значили городской комитет практик, и городской комитет комсомола попросили, ну, есть документ, чтобы, так как он на нашей территории, Дзержинского района был, побеседовать с ним. И если он не поймет, то, значит, эти материалы отдать для того, чтобы общественный шум был. Яков Михайлович Лернер. Потрясающая личность. Потрясающая личность. Негодяй. Авантюрист. Абродский жил как раз в Дзержинском районе. Вышел указ Хрущева о борьбе с тунеядством. И это он первый придумал подвести его под тунеядство. И он там, из своего личного энтузиазма, я уже не знаю, из чего он начинает, но точно, что, значит, вот это была такая музыкальная партия, разыгранная. И вот он принялся за мной охотиться и так далее, и так далее, и так далее. Я подумал, что это сугубо ленинградское дело. Что было правдой? Что если бы Бродский переселился в Москву, то здесь бы среди многих московских дел другой масштаб, и вообще, так сказать, он как бы, может быть, даже затирался бы. И мы приехали в Москву. В это время у него как раз был роман с такой замечательной дамой, Мариной Басмановой, которой он почти всю свою лирику посвятил. Она была художница. Молчаливейший из созданий, которые я встретил в своей жизни. Она за вечер, бывало, не произносила ни одного слова. Вот только там, Марина, ты будешь там есть, пить, да или нет, и все. И открывала свой блокнотик и чего-то там рисовала. Вот весь вечер. Эта женщина, Марина Басманова, изменила ему, это одна трагедия, но она изменила ему с его другом, Дмитрием Бобышевым. Близкий друг соперник в поэзии Дмитрий Бобышев оказался соперником в истории с Мариной. Пока Бродский скрывался у Рейна в Москве, Бобышев с Мариной встретили новый 1964 год на даче под Ленинградом. Ну, а там же кампании, сплетни, слухи, все это дошло до Бродского. И, по-моему, это было первое января, что ли, 1964 года. Значит, он пришел ко мне и говорит, Женя, вот я хочу поехать в Ленинград, у меня денег нет, дай мне на билет, пожалуйста. Я говорю, у меня деньги были. Я говорю, тебе дам на 10 билетов, но тебя же там арестуют. Он говорит, знаешь, я думал и понял простую вещь. Нельзя отворачиваться от своей судьбы. Вот это моя судьба. Значит, мне надо через это пройти. Вот. И разобраться с Мариной, значит, и все такое. И сколько я его не уговаривал, он вечером уехал. Ну, и его 17 января арестовали. На улице просто подошли к нему какие-то люди, спровоцировали какую-то такую небольшую драку, забрали его сначала в отделение милиции, а потом объявили, что он арестован вот за, по указу, вот униярщики. 14 февраля в камере 18-го отделения милиции города Ленинграда у Бродского случился первый сердечный приступ. Его схватила милиция, избили его, кричали жид, еврей и так далее, и так далее, и так далее. Потом Кутузко, или Черный Ворон тогда он назывался, и началась с ним вся эта катавасия история. Направленный на консультацию Бродский при однократном обследовании 28-го 60-го обнаружил выражение черты психопатической личности. По советским законам Бродскому была применена универсальная в те годы пытка. Он был помещен в психиатрическую больницу. Он рассказал, что с ним делали в психиатрической больнице, как его заворачивали в мокрые простыни, клали около горячих батарей, как простыни на нем высыхали и их отдирали вместе с кожей, и как ему делали инъекции. Это все было. И был вот уже следующий большой суд. Это было 22 февраля 64-го года. Не было фотографии на судебном процессе? Есть! Не было. А? Не было. Это совершенно... Даже спустя многие годы после судебной инквизиции Лернер шантажирует одну из общественных обвинительниц Сорокину. Шантажирует не только тем, что вопреки запрещению на фотосъемке в зале суда снимки все же появились. Теперь Лернеру, хотя и льстит упоминание своего имени рядом с именем Бродского, но держать ответ за развязанный им позор одному, ну нет. Зато на снимках видно, с каких достоинствами как-то отстраненно держался на этом судилище Бродский. Ну, представьте себе, значит, ему 24 года, суд, там выступает общественный обвинитель, этот Лернер всем командует. Ну вот он уверял, что его, в общем, гораздо больше интересовала ситуация вот с Мариной, как это все сложится и так далее. Значит, и я ему верю, да, вот такой он человек, может быть, вот в этом его сила. Подвергнуть поселению из города Ленинграда специально отведенной местности сроком на 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Постановление окончательное, обжалобанию не подлежит. Суд я не вспоминаю, потому что что там вспоминать? Это не те люди, а вот деревню, в которой я же прожил там два года почти, я вспоминаю с колоссальной нежностью людей я вспоминаю особенно. Тут никто не называл его тунеядцем. Тут он был хороший человек и он так сказал, что я, говорит, не учился, но я поэт от Бога. Видишь, значит, он веровал в Бога. Я оровал. Он тихий-тихий был, он никого ничего. Он никого не просил, никого ничего не просил. Он у нас уходит, сколько заработать, ему не интересовало, нисколечко. Ну, он стал в редакции работать, в редакции стал уже пописывать, стал. Друзья, друзья, приезжали ему все, в тихаря приезжали и помогали. Мы привезли, была такая югославская ветчина, очень вкусная, такая килограмм по шесть, высокие такие, желтые банки. Она была в жиле. И вот он пришел и говорит, Ося, вот я суп сварил, тут вот есть какая-то каша с мясом. Он говорит, да нет, этого я ничего есть не буду. И вот закатывает, значит, рукав, лезет в эту банку, достает пригоршню этой холодной, значит, ветчины с желе и запивает. Ледяной водой такой, из колодца. Я говорю, что ты делаешь? Ты погубишь себе желудок, кишечник. Ну, а потом курить. Курил он очень много, три-четыре пачки в день иногда. Он не очень общался с местными. Просто пойдет, пройдет, поздоровается и уйдет на почту. Темно было. И мама всегда брала меня с собой на почте, потому что там был номерник, и разговоры все происходили ночью. И там переговоры ему давали только ночью. Очень мне запомнилась разговор, и он всегда был такой улыбчивый, веселый. И я всегда смотрела на него и радовалась. Надо же, говорю, так по телефону и разговаривать. Да, солнышко там. Кому он обращался? Ну, я бы, по-видимому, женщина, любимая девушка у него была. И вот эта девушка однажды приехала летом. Она приезжала, и потом за ней приехал Бобушев. Там состоялся какой-то ужасный разговор. Они вышли куда-то в сарай поговорить, схватились за топоры, вбежала Марина с ужасным криком. И она с Бобушевым уехала оттуда. Он смотрит и говорит. Ничего, говорит, будет время, что мир за обо мне узнает. Мир об нем. Подумала. Как ты еще удивилась, думаю, как это тунеядец, да и что мир о нем будет знать. А ведь так получилось, что действительно мир о нем узнал. И многие очень Марину, вот эту его первую любовь, проклинали за то, что она вот так с ним поступила. Я считаю, что, может быть, по-человечески это и нехорошо, хотя она свободный человек, не любит, так не любит. Но благодаря ей мы получили то, что мы получили. Благодаря ей мы получили самого мощного, сильного и потрясающего лирического поэта конца 20 века. Так что мы должны быть очень ей признательны. Он много тогда очень писал. И, в общем, он именно тогда и стал выдающимся, замечательным поэтом, на мой взгляд, в деревне в этой. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. Эти строки написаны в 1964 году, а это год нынешний. Вот когда ты утром, я не знаю, часов шесть на заре, выходишь там в поле и идешь, да, солнышко встает, там миллионы, точно так же выходят из дома и идут, да. И вот если у меня есть какое-то понятие народа и так далее, то есть если оно у меня как-то возникло, да, или какого-то отождествления себя с теми, среди кого я жил, да, вот это было оттуда. Он вернулся. Причем он был не реабилитирован, а амнистирован. Это разные юридические вещи, значит, да. И его надо было как-то, ну, узаконить. А в союз писателей его принимать или не могли, или не хотели, я не знаю. Но в Ленинграде была такая лазейка, там при союзе писателей был, назывался профком. Вот в этот профком и приняли Бродского, значит, ему поставили печать в паспорт, то есть что он трудоустроен. И он был в очень тяжелом положении. У него не было заработка. Он был как городской сумасшедший, абсолютно нищий. Он переносил свои подборки во все журналы сперва Москвы, потом Ленинграда и всегда немножко надеялся. Получал отказы и никогда не спрашивал причин, полагая, что это само собой разумеется. Человек просто понял, в какое болото он попал. И никаких надежд больше никогда в жизни не возникало. И, видимо, он задумал жениться на какой-нибудь западной даме, чтобы иметь два паспорта, западный и советский. И такая дама нашлась. Но тут советская власть не хотела, чтобы он имел два паспорта. Она хотела, чтобы он убрал. 10 мая 1972 года утром, по-моему, в 8 часов раздался телефонный звонок из Авира. И меня попросили туда зайти. И он сказал, что он был у какого-то полковника, был какой-то разговор об отъезде. Он сказал, что у него вызов есть израильский, но он очень давний, просроченный и, значит, уже не имеющий силы. Тогда этот полковник сказал, что это не проблема, и ему тут же оформили новый вызов. Он говорит, вот вы должны покинуть СССР, значит, 23 мая. Я говорю, нет, точно этого я не сделал. Он говорит, а что такое? Я говорю, у меня 24-й день рождения, я его с родителями хочу провести. Он многое продал из своих вещей, которые ему были уже как бы не нужны, да. Я помню, у него была потрясающая, ему кто-то с Запада прислал дубленку на обезьянном меху, вот такая дорогая вещь. Он ее загнал, значит, эту дубленку. И еще что-то он продавал, какие-то книги. он же уехал в эмиграцию буквально с одной сменой белья, он ничего с собой не взял совершенно. Вот малюсенький чемоданчик такой. Все-таки мы пришли с ним проститься. И совершенно задерганный, какой-то несчастный, какой-то он умел так, какой-то совершенно истрадавшийся и, по-моему, исплакавшийся Оси. И он подошел ко мне, у меня такие были густые волосы, он уткнулся в мне волосы и заплакал. И не хотел этого показания, поэтому очень долго он утыкался мне в волосы. Он очень по детски как-то сказал, я им покажу, я им покажу. Он решил с первого же дня взять Римановича за все. Это 4 июня 72-го года. Сначала он завязал ботинок, потом мы пошли погуляли вокруг дома. Мне трудно это объяснять, но для меня вот эта черная полоска, которая является рамочкой траурной якобы в подсознании, она важна. И снятая шляпа. Это икона, которую ему подарила Анна Андреевна и которую у него содрали при таможенном досмотре. Суд, ссылка, отказы издательств, нищета, высылка из страны, годы утрат. И самая главная утрата смерти Анны Ахматовой. Вот запись. В разговорах с ней просто в питье чая или, скажем, водки ты быстро становишься христианином, человеком в христианском смысле этого слова, нежели читая соответствующий текст или ходя в церковь. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому. От Ахматовой на память остался святой образ, иконка, с которой он никогда не расставался. Тетка эта дура, которая там в погонах была, сказала, нечего жиду русские иконы с собой забирать. Было понятно, что все, вот сейчас он уйдет и прощаться не хотелось, но он сказал, нет, ты знаешь, так невозможно это тянуть, невозможно. И мы обнялись, и я ему сказал, ну, Ося, до свидания. А таможенница на нас посмотрела и сказала, нет, в этих случаях надо говорить прощай. И он ушел. И он ушел. Когда он оказался в Нью-Йорке, первое, что он сделал, отправился на прогулку к реке Гудзон. Ходил вдоль берега, курил, смотрел в сторону воды. Я думаю, ему нравилось соприкасаться с чем-то вечным, безграничным. Он устал от иронии судьбы, надорванное сердце соднило боль, и некуда было деться от мысли об унижении, еще недавно перенесенном. Когда Иосиф приехал, то он стал, к сожалению, выступать в газетах с какими-то совершенно нелепыми заявлениями. Обращение к Брежневу, где звучат такие строки. Мы с вами оба русские люди. можете себе представить, если бы до Брежнева даже дошло, это когда-то вообще. Потом такая фраза, значит, здесь меня уговаривает выступить с критикой Советского Союза, моей родины, но я не пачкаю дегтем ворота родного дома. И после очередного такого выступления, я узнав его адрес, написал ему письмо, что ну как бы стыдно писать такие письма, потому что они все равно и не поймут, и не простят. Ну и потом как бы будьте достойны своей великой поэзии, потому что я его считаю грандиознейшей фигурой и полностью согласен с Анной Ахматовой, которая когда-то сказала, в общем, почти о мальчике, что была эпоха Пушкина, и, наверное, мы будем называть определенное время эпохой Бродского. Через месяц из Америки мне приходит открытка. Сами вы, советский человек, всю дорогу сапоги, наверное, снятся. В этот раз открытка, в следующий раз по*** Иосиф Бродский. Свою угрозу набить морду Шемякину Бродский так и не исполнил. Но Родину в обиду не давал. Лучшие годы он прожил в советской стране. Он хотел ей служить и быть полезным, быть ее поэтом. А его даже не учли в качестве переводчика. Распад страны для него оказался ужасом. Он был имперец самый настоящий. И я прослеживаю эту линию от Державина до Бродского. Но страшно и странно, что тогда империя не хотела, чтобы ее защищали на языке ей непонятном. Она не понимала язык Бродского. Он был слишком сложный. А для Екатерины Великой язык Державина был доступен. А он мог стать советским Державином. Иосиф принял Соединенные Штаты и американский образ жизни с восторгом. Ему сразу было предложено вести курс русской поэзии в Мичиганском университете. Вел семинары в престижных колледжах. Были еще публичные выступления, переводы, поэтические чтения. Он получил какие-то деньги в университете и в издательстве. Это были, как он мне говорил, первые сколько-нибудь приличные валюта в его жизни. Что-то там три тысячи долларов. Ну, вот какие-то такие деньги. Невеликие, но все-таки. И он немедленно купил себе билет в Венецию. Я помню, у него дома была такая книжечка начала века. Это были фотографии Венеции. И он, значит, часто ее рассматривал. он сказал, вот я тебя уверяю, я не знаю, как это будет, но я вот эти воды, вот это дворцы, эти отражения, я увижу это, я буду там жить. А в Венеции у него была уже дама, знакомая еще по Советскому Союзу. Мария Олина Ронкаль. Он хотел арендоваться пиану Нобиля беллетажа одного дворца, чтобы сюда приехать на рождественские каникулы, как и приехал. Она его встретила в Венеции. Это все описано в этой повести «Набережная неисцелимых». Станция, куда я прибыл, была пуста. «Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала». Оно, это существо, сильно опаздывало. Воронье. То, что я сильно опоздала. Нет, я никогда не опаздываю. Я вообще, как мы говорим по-итальянски, швейцарская женщина, из тех, которые всегда очень четко. Ниоткуда возникла широкая крытая баржа и глухо ткнулась причал стационара. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Картина была сказочная. 108 сантиметров, тонкокосной, длинноногой, узкалицей, с каштановой гривой и карими менделевидными глазами. Она была из тех, кто увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой. он очень плохо вел себя со мной. Ну, кто знает, может быть, он тогда, и то, что влюбился, это громко звучит, но что-то от меня требовал, хотел, а я, конечно, нет. Я извините, мужчине, это мужское поведение, потому что вот такое место вообще через 17 лет. И написал эту книгу. И книга начинается прекрасно, потому что как он вообще меня описывает, я очень благодарна ему, я вошла вечно в историю и литературу, Анна Белевская премия и все прочее. Но все остальное это просто вранье. Ну, так, я не знаю, это наверное да, наверное да. Мне кажется, мы даже с ним это обсуждали, что во всех своих отношениях с женщинами вот эта горечь, этот привкус вот этого отчаяния, что он был покинут и брошен осталось и он немножко, может и немножко мстил женщинам. Бродский после многих лет пребывания в Штатах в Нью-Йорке поселился, в Гринич-Виллидж, на улице Мортон-Стрит, 44. И в общем, это не очень далеко от русского самовара, который находится на углу 8-й и 52-й, по-моему, на Манхаттане. Этот ресторан давно стал местом, где собирается русская эмиграция. Трудный для его владельца Романа Каплана годы, Бродский поддержал того деньгами и теперь всем показывает уголок друга. Здесь всегда звучат «Что стоишь качаясь?» русская речь и имя любимого Бродским Пушкина. Зима, что делать нам в Нью-Йорке? Он холоднее, чем луна, возьмем в себя чуть-чуть икорки и корочки в водочке на ароматной корке погреем желкоплана. Но вообще мало кто знает, что это вообще Александр Сергеевич Пушкин. Зима, что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущую мне чашку чая. Иосиф сам попросил альбом. Я давай напишу. А я смотрю на него и говорю «Александр Сергеевич?» А он так смотрел и в глазах у него были слезы. Представляете, да? Бродский в эмиграции очень боялся, что его русский язык исчезает, что переехав сюда, он все больше теряет тоску по русской культуре. А тут студенты, лекции, деньги. В его лексиконе все чаще стало звучать слово престиж. он был карьерным человеком. Он устраивал карьеру, да? Не понимая или догадываясь, что это в урон творческому потенциалу, который не бесконечен в человеке. Да. Что иногда нужно пожертвовать и карьерой, и какими-то очень важными вещами ради того, чтобы тебе, чтобы муза твоя, как вот кто-то говорил, я привожу это, чтобы муза не ушла покакать. Потому что если у нее запор, она может не вернуться. Иосиф Александрович стал таким и получил все заслуженные, немыслимые и невозможные для поэта при жизни почести только благодаря обстоятельствам, тому, что он оказался на Западе. Остальные поэты, которых мы действительно считаем великими поэтами 20 века, Мандельштамп, Пастернак, Цветаева, Ахматова, они все остались в России. И останься Бродский в России. Я не думаю, что на него бы вешали все эти звелочные украшения и Орден Почетного Легиона. Тут ему Нобелевская, тут ему Макартура премия гениев, тут ему это, тут он Почетный Университет, кисточки свисают со всех сторон. Так что я думаю, что просто счастье так его Бог, что он уехал. Он сам делал себе славу, сам ставил все памятники, говорил, что у него аорт все застрянул. Мамор, да. Когда поехал в Рим, куда-то, в стихах все, в Рим, то он примерял на себя статую римского императора. Это было невозможно. Он сам себе делал славу, он работал за потомков. Значит, в конце ноября 86-го года звонит Иосиф нам, сюда, и говорит, ребята, завтра на днях будет опубликован список нобелевских лауреатов. Нормальной жизни осталось двое суток. Значит, это было, вероятно, 8-го декабря, я понимаю. Наступает 10-е декабря, начинаются списки, никакого Бродского нет. 86-й год. Он получил Нобелевскую 87-ю. У меня змеи чешется язык. Позвоните, сказать, поздравляю с продолжением нормальной жизни. То, что он выставлялся за год до этого, было известно. То, что это была его мечта получить Нобелевскую премию, это было известно. То, что он делал вид, что его это не касается, это тоже было известно. Но вот в 87-м году это осуществилось. В декабре 1987-го года имя Бродского было вписано в историю русской культуры вслед за великими именами. Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына. Но к тому времени, когда я уезжал, я что-то такое начал уже соображать, потому что я понял одно, что при всем моем, скажем, отношении моим родителям, они были ничуть не хуже нас. Я понял одну вещь, что все равно они умрут раньше, чем я. И поэтому мне нужно выстраивать эмоции, чтобы им больше понравиться, чтобы им было приятнее, легче было. И они, конечно, когда я уезжал, они довольно сильно огорчались, с другой стороны, так они думали, что я буду относительно на безопасность, гадство, в общем. Я не знаю, 59-й год тебя берут, 61-й год тебя берут, 64-й год тебя берут, не знаю, ну и так далее, так далее, так далее. Мне жаль, что они не дожили того, как я Нобелев купил, это было приятно. Это единственные люди, для которых это было по-настоящему приятно. Почему он стал лауреатом Лоблиевской премии? Обучение. Почему? В общем, тут был в Петербурге знаменитый такой миллионер Бродский этот, который шоколадом делал, конфеты, и который снабжал царскую фамилию. У него там оказался брат вот этого Бродского. И там есть о том, кто его хотел себе забрать. И когда там уехал, там были плачьи на миллионы для того, чтобы его сделать. Тауреат. Даже спустя 25 лет Лернер, заклятый гонитель Бродского, загнавший его под суд и в ссылку все еще продолжает врать и доносить. Но Лернеровская сплетня, как и другие наветы, не могут затушить праздничные факелы вокруг стокгольской радужи. В ту ночь местные бомжи подкинули в костер дрова и, как смогли, поддержали своими талантами сбор гостей во главе с королевской фамилией. А на банкете после вручения ему Нобелевской премии Бродский получил как бы за всю русскую литературу, которую представляет и которую поддал на такой высокий уровень. Бродский самородок. Он учился сам. Бродский на голову выше всех. За ним не дуло. За мной не дуются за его слова. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и крикуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал червзать с кем в афраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. А я не знаю, какой это был город. Любой город просто был. Бедный был город, да, и красивый город был. Я думаю, я остался такой. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать Новосильевский остров. Я приду умирать. Мы часто вспоминали эти слова, когда в девяносто первом году переименовывали город. Я думаю, что в память о своем великом земляке, величайшем поэте 20-го столетия, петербуржцы назовут одну из улиц на Васильевском острове, улицу Иосифа Бродского, куда он мог бы возвратиться. Езжать, я не знаю, но быть, скажем, туристом или, я не знаю, приехать на время туда, где ты родился, где ты прожил 32 года жизни, приехать, повертеться на елю, сказать привет всем, хвостом махнуть и так далее, и так далее. потом совершить отвалом, но я не знаю, я не знаю, ну, если туда приезжать, приехать, туда приехать, чтобы там жить, в общем, в некотором роде, да, но для этого уже тоже время прошло, да, и непонятно, что делать. вернуть отколовшийся от материка островок, вернуть великого поэта стране, для этого новая Россия приложила немало усилий, и прежде всего мэр его родного города. Супчакова звал, конечно, и более того, я позвонил ему домой, его не было, была Людмила Борисовна, его жена, и она мне сказала, да, все уже продумано, все уже продумано, он будет жить в резиденции на Каменном острове, все, Анатолий Александрович уже договорился, будет такая ненавязчивая охрана на всякий случай, будет все время недалеко от него врач-кардиолог, будет вечер в Большом зале филармонии, ну, прекрасно, хорошо, прошло буквально два-три дня, он звонит, Иосиф, и говорит, ты знаешь, все-таки это надо отложить. Бобо, бобо, кругом бобо, и мы сделали неудачную операцию сердечную. Угропили его, как раз. Это был человек, который себя абсолютно совершенно не жалел. Он, когда перед ним сидела аудитория, и когда он читал, он себя не жалел. Это не был человек, который сказал, ну, все, у меня сейчас вот сердце балет, я возьму валидол, и, пожалуйста, вы выйдете, и я тоже вместе с Али. Нет, он до конца. Жизнь, который, как дареные вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече, от всего человека вам остается часть речи, часть речи вообще, часть речи. Вот чем закончилось, вы посмотрите на этот, это просто абсолютно трагический портрет, абсолютно трагический портрет. Две точки зрения, Бродский как поэт и Бродский как личность. Бродский как поэт и как личность оба качества не идеальны и не безупречны, но в обоих качествах этот человек с отблеском гения. Я не знаю, кто я. Я знаю, более-менее, что я, в общем, не самый замечательный человек. То есть я знаю, например, что я натворил в этой жизни, я знаю, кому я сделал, причинил зло. И простить более-менее, ну, конечно, я себя прощаю, но в конечном счете я простить себя этого не могу. Это был великий поэт, и его кормовая база, его подпитка были одиночества. Он болел в течение многих лет. Ему была необходима тихая, размеренная жизнь, чтобы работать. Эти две вещи происходили одновременно. Он все больше и больше хотел находиться в одном месте, чтобы спокойно размышлять и жить. Все это он получил, женившись. Бродский всех удивил своей женитьбой, потому что, когда ему исполнилось 50 лет, он уже говорил, что я одинок навсегда. Он и не думал жениться. Из всего важного, любви, работы и прочего, считал, что выживает только работа. С Марией Сациани, молодой полурусской полуитальянкой, он познакомился в декабре 89-го года в Париже, на лекциях, а через год они плыли вместе на гондоле по гранд-канале. И он был счастлив. Он вообще собирался умереть в возрасте 40 лет, а потом удивлялся после 40. Оказывается, что я долгожитель, и смеялся. Судьба решила иначе. Ему было всего 56. Он пошел к себе наверх в Бруклинском доме. И что было? Дальнейшее молчание, как Гамлет говорил. И жена его, когда проводила гостя, она нашла его на полу, лицом вниз, очки разбились. Он умер. Я думаю, что сказать больше, чем там на бумаге, уже написано, я думаю, я не в состоянии. Ну, что я могу там жить, вякнуть, да. Комассальное количество людей вякает, и это их профессия, у меня другая. Это все. Единственное, чем я занимаюсь, я просто сочиняю стихи время от времени. Я это говорю без всякой рисовки, поверьте мне. То есть, ну, это нормальные дела, энергия выданная в мир не проходит бесследно, и рано или поздно там какие-то последствия и так далее, и так далее, и так далее. Это чисто Ньютон. И его инновации, особенно по поводу того, что произойдет с теми художественными произведениями, в общем, по-моему, не следует. Полтора года трудных усилий и переговоров ушло на согласование, чтобы перевести гроб с телом поэта из Нью-Йорка в Венецию. Мария не отступила и исполнила завещание своего мужа. Мы на катере ехали по лагуне, и вдалеке был Сан-Микеле. Говорит, Иосиф Александрович, давайте заедем, там, могилы Дягилева, Стравинского. Он помолчал и сказал «нет». Причем сказал таким холодно-твердым голосом, очень тихим. И дальше добавил фразу «там я буду без вас», сказал он. Остров редко кем посещаемый. Тропа к могиле поэта не затоптана. Единственный человек, который регулярно ухаживает за могилой поэта, по иронии все той же судьбы, никогда не читавшая Бродского эмигрантка из Одессы Людмила. Начала ухаживать, потому что кто, если не я? Сейчас я положу. Вот. В этом году много дождей было, вся земля упала, вот натаскала. Сколько? Четыре мешка притащила. Засыпала, посадила цветочки, чтобы красивенько было. Уже так потемнело за это время, да? Вот. Так что, если еще что-то надо, пожалуйста, я, что я знаю, я готов сказать. Теперь уже, когда прошло столько лет, не надо ничего ни хитрить, не скрывать уже все откровенно, да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok